Ваше имя Отца и Сына и Святаго Духа В сегодняшнем евангельском чтении было такое повествование, что хозяин насадил виноград, оградил его забором и отдал делателям, чтобы они трудились в этом винограднике. А потом, когда приходит время собирания плодов, он посылает к этим делателям, чтобы получить свою часть. И с этими делателями вдруг происходят странные вещи. Вдруг они начинают себя вести не как наемники в этом винограднике, А вдруг они как-то ощущают себя там хозяевами. И когда хозяин посылает взять свою часть винограда, они не только не отдают эту часть, они еще бьют посланных, оскорбляют и отправляют ни с чем. И раз, и второй раз, и даже потом хозяин виноградника посылает сына своего, говорит, может быть, им стыдно станет, по-славянски, устраняться сына моего. Но с этими делателями происходит какое-то безумие. Они даже сына убивают с такой мотивацией, что вот сейчас наследника убьем, и виноградник будет наш. Эту притчу Господь говорит в Иерусалиме две тысячи лет назад, обличая израильский народ, которым Господь Бог дал виноградник всего лишь для возделывания и чтобы они потом поделились со всем миром этой тайной единобожия, чтобы они поделились со всем миром знанием единого Бога. Но ветхозаветный Израиль вдруг принимает свою Богоизбранность не как ответственность перед всем миром, а как честь. И эта честь делает их безумными. Ничто так не сводит человека с ума, как гордость, как ощущение своей избранности, своей чрезвычайности. Я избран. Я отличаюсь от других народов. Я уникален. Они сходят с ума. Помрачается их ум, потому что от них отходит Святой Дух. Святой Дух не может призывать, пребывать там, где гордость. Святой Дух наполняет только то пространство, где смирение. От них отходит Святой Дух, и они сходят с ума, потому что Святой Дух и есть разум. Неспособность мыслить. Мыслим мы все, но глупости продолжаем делать. То есть разумный человек – это не тот, кто мыслит, а тот, кто понимает истину. Эти люди мыслят, но теряют разум, сходят с ума. И на смену им приходит новый Израиль. Это христиане. Но христиане очень часто впадают в ту же ошибку, что и ветхозаветный израильский народ. Они думают, что просто через таинство крещения они сразу усыновляются Богу по фамилии. Но нельзя быть чатом по фамилии. Чатом можно быть по духу. Часто бывает в жизни, что фамилия одна, а люди совершенно разные. Неужели это ваш сын? Он совершенно другого духа. Он на вас не похож. Мы даже не верим, что это ваше чадо. То есть наследником, истинным наследником духа, наследником домов, имений, можно стать и по фамилии, юридически доказать свою принадлежность к этому роду и получить часть имения. Но получить дух отца и матери, войти в дух этой фамилии нельзя юридически. Нельзя вот так просто доказав свое родство. Родство доказывается только духом. Чадо должно, чадо часто даже интуитивно копирует манеры своих родителей. Иногда даже походку. Я наблюдал в жизни случаи, когда мальчик рос без отца, отец оставил семью еще в детстве, а у него какие-то манеры отцовские, где-то интуитивно. Но это ладно, какие-то внешние вещи, но если ты не перенял «Дух, ты не чадо, ты всего лишь юридический наследник». И как часто вот христиане думают, что просто по факту своего крещения они усыновляются, входят в виноградник в церковь Христову и имеют здесь часть своего наследства. И это так их раздувает в самомнении, что когда приходят внешние люди в церковь, они ведут с ними себя очень надменно. Это в первую очередь касается, конечно, нас, священнослужителей. Иногда нам гордость, величие нашего сана кружит голову и нам кажется, мы чувствуем себя хранителями благодати. Вот этому дадим, этому не дадим. Этот достойный, ему немножко уделим. А этот недостоин. Если бы ты ощущал себя наемником, еще всего лишь, ты очень бы был осторожен в своих мнениях, суждениях, своих действиях. Да кто я такой? Господь смотрит на его сердце, а я всего лишь смотрю на его внешность. Но внешность обманчива, так же, как и моя внешность обманчива, вышел на Амвон в красивом облачении и чуть ли не святой кажется. А внутри-то гниль, там не дух, а душок. Христиане должны быть ответственны за свое христианство. Не горды своим христианством, а ответственны. Мы постоянно должны носить мысль о том, что мы можем оскорбить наше христианство и нашего Христа, потому что о нас судят, о христианстве и о Христе. И часто судят очень печально. Говорят, эти христиане говорят красиво, а живут плохо. Есть такая книга о миссионере на Алтае до революции. Один иеромонах миссионерствовал на Алтае. А это буддийский край. Он был очень красноречив, очень образован, пылкий очень, дерзновенный. И вот он как-то попросил, чтобы мы собрали буддийских лам, чтобы он им рассказал о Христе. Эти ламы вежливо собрались и слушали его проповедь, не перебивая. Он говорил около получаса, очень пылко, дерзновенно, смотрел на них, и чувствовал, что от слова к слову он возжигает их сердца. И когда его пламенная проповедь закончилась, вышел один почтенный лама и сказал, уважаемый миссионер, мы очень трепетно слушали вашу проповедь о Христе. это действительно божественная религия. Это очень убедительно. Ваша вера очень убедительна. Но когда мы смотрим на христиан, которые сюда приехали на Алтай, чтобы здесь вести свое хозяйство, когда мы смотрим на жизнь этих христиан, вдруг наша вера и наше вот это трепетное отношение к христианству рушатся. Пока не было христиан, мы не закрывали дома. У нас не было убийств, у нас не было краж, у нас много чего не было. Наш народ жил благочестиво. А когда вы приехали, у нас все это появилось. и поэтому то, что вы сказали, очень ложится на наше сердце. Но то, как вы живете, все рушит, все в корень рушит. Знаете, что самое страшное? Вот я священник, почти 30 лет, я очень хорошо понимаю, что для народа не страшны грехи священника, потому что народ понимает, он такой же человек, как и мы. из той же плоти и крови. У него есть свои слабости, особенности характера, какая-то наследственность. И народ очень легко простит недостатки, недоразумения священника. Но народу очень тяжело нести лицемерие священника. Если он, имея такие же грехи, говорит о высоком, а тут же поступает плохо. Вот это тяжело. Мне часто говорят люди внешние, не церковные. Да мы можем понять, что священник, может быть, и пьяница, и сребролюбец. Мы все это можем понять. Мы не можем понять, почему с этим ничего не делают, почему это у вас стало нормой, или хотя бы почему вы об этом не плачете. Каждый христианин должен нести свое христианство не как честь, не идти с гордо поднятой головой. Вот он я, христианин. Каждый христианин должен с опущенной головой идти, потому что он должен ощущать, что каждый встречный может сказать, вот он идет из церкви, а он нехороший человек. Каждому из нас это можно сказать. Сыном можно стать только по духу. Не обманывайте сами себя, что вы покрестились и что вы уже в Царстве Небесном автоматически. Крещеный отпеваем, не крещеный не отпеваем. Очень просто. А Господь Евангелие говорит, что некоторые удивятся моим словам, которым, когда я скажу на страшном суде, идите от меня, проклятые, в огонь вечный. И тогда они закричают, не твоим ли именем мы проповедовали, не твоим ли именем мы бесов изгоняли. Он говорит, а я им скажу, идите, я не знаю вас. Христианство это большая ответственность. То, что нас пустили виноградник в Церковь Христову. Нас пустили авансом, через крещение мы всего лишь только вошли. А чтобы стать наследниками, здесь надо очень много трудиться. я вот недавно приехал из Крыма, ехал на машине и смотрю, бесконечные до горизонта виноградники стоят. У меня сразу рождается мысль, а ведь каждый куст нужно обрезать, подвязать, окучить, спахать. А этих кустов до горизонта, это ж какой труд, какой труд. А потом мы стоим в магазине и говорим виноградное вино, что-то дороговато. А если подумать, каким трудом оно это пот и кровь там в этой бутылке или виноградный сок, тогда хочется еще немножко добавить, когда вот просто войдешь в труд этого человека. Так же и труд в духовном винограднике в Церкви Христовой, это пот и кровь. Не будешь трудиться, все засохнет. И самое главное, я еще возвращаюсь, сыном нужно стать, сыном по духу, чтобы люди не удивлялись, неужели это ваш сын? Да он чужой человек, он вообще на вас не похож. Да, паспорт вроде бы фамилия одна, но вообще другой человек. сыном нужно стать, это большой труд. И еще нужно быть очень скромным перед внешними людьми, которые на нас смотрят, которые только первый раз в храм входят. Встречайте их очень скромно, застенчиво, смиренно, даже с некоторым стыдом, потому потому, потому что они заходят с незамыленным свежим взглядом. Мы тут друг к другу присмотрелись и вроде привыкли, а он сошел внешний, и у него взгляд свежий, и он сразу выхватил. Вот лицемер стоит, вот, вот, вот. Ой, да они тут все такие. И священник такой же. Но это грешникам быть не так страшно, лицемерам быть страшно. Господи, избави нас, дай нам искренности, смирения. Богу нашему слава. Всегда ныне и пресняйте. Грешникам. Спасибо.